МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Сегодня в выпуске. Мама. Главное слово. Чем еще готовы поддержать материнство и детство в Чувашии? Две школы для одной деревни. Как учатся дети из космашей в новых школах? Прощай оружием. Что будет, если не продлить лицензию? Чувашия готова к масштабной реформе демографической политики. Сегодня глава Республики обсудил с членами правительства и общественниками перспективы национальной стратегии действий в интересах детей. Координационный совет накануне провел президент России, предложив целый ряд новых мер. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Демографическая политика страны выходит на новый уровень. Шесть важнейших инициатив, озвученных накануне в Кремле, должны стимулировать рождаемость. Сразу 60 регионов с начала следующего года получат федеральную помощь на выплату пособий за третьего ребенка. В этом списке после годового перерыва и Республика. Президент России, начиная с 1 января 2018 года, установил суммарный коэффициент рождаемости 2. И тем самым мы с 1 января 2018 года попадаем в эту программу. И все дети, которые будут рождаться с 1 января 2018 года, попадают. Вслед за озвученной президентом страны инициативой на официальном портале органов власти опубликовали указ главы региона. Согласно этому документу, в Республике выплаты за третьего ребенка восстанавливаются уже с ноября. Мы принимаем это ответственное решение для того, чтобы дети, которые родились и будут рождаться еще до конца года, войдут в программу на получение пособий с 1 января 2018 года. Мы говорили, что мы должны создавать одинаковые равные условия для тех семей, которые на самом деле имеют третьего и последующих детей. Вот это принятое ответственное решение позволит, прежде всего, всем распределительным средств учитывать, прежде всего, этих детей. И с 1 ноября эти семьи получат выплаты. До конца года на детские выплаты планируется направить порядка 25 миллионов рублей. Необходимая сумма уже заложена в резервном фонде региона. Создание равных условий для детей разных семей, потому что разных семей, да, это здорово. Это именно социальный подход к этому и поддержка семей. Мы целиком полностью, конечно, поддержим эти все решения, 6 направлений, стратегии действий интересных детей, которые мы сегодня слушаем. Поддержку от правительства теперь смогут получить и семьи, ожидающие первенца в будущем году. По инициативе Владимира Путина для них предусмотрят адресные выплаты. Будут учитываться доходы родителей. У нас по республике этот размер субсидий составляет 8 910 рублей. Общее количество семей, примерно нам представили, по республике будут получать в 2018 году с учетом прогнозных расчетов 4500 семей. Ежегодно у нас в республике рождаются около и более 5000 первых детей. Соответственно, здесь будет на выплаты влиять величина среднедушевого дохода семей. Если взять расчетно, то доход семьи, зарплата матери и отца должна будет составлять в пределах где-то около 30 тысяч рублей. Я считаю, что поддержка молодых семей – это очень важно. Многие на сегодняшние молодые семьи чувствуют себя неуверенным. У кого-то нет жилья, у кого-то нет достойной зарплаты. И вот эта выплата, которую они будут получать при рождении своего первенца, им придает уверенности. Еще острее перед семьями стоит жилищный вопрос. Владимир Путин предложил запустить специальную программу ипотеки. Семьям, у которых с начала следующего года родится второй или третий ребенок, предоставят субсидии на уплату процентов. Субсидируется процентная ставка свыше 6%. В цифрах, как это выглядит. Если среднезвежная процентная ставка у нас по Чувашской республике около 11%, в среднем по стране она чуть ниже, то все, что выше 6%, будет подлежать субсидированию. Я могу сказать так, что здесь речь идет о вторичном эффекте. То есть, с одной стороны, это поддержка молодых семей, с другой стороны, это мотивация для строительного комплекса, не побоюсь этого слова, для взрыва объема предложений. Президент России предложил продлить и программу материнского капитала еще на 4 года. На такие же шаги пойдет и республика. Мы тоже вместе с вами примем решение о выплате регионального материнского капитала по сроку, как на уровне федерального центра было обозначено, по 31 декабря 2021 года. Возможности федерального и регионального материнского капитала будут расширены. Теперь его возможно использовать и на оплату услуг дошкольного образования. В ближайшие годы оно должно стать более доступным. Владимир Путин поставил задачу ликвидировать очереди в яслях для детей от двух месяцев и до трех лет. Региональная власть, в том числе и сфера образования, будет отрабатывать свои вопросы в плане разработки методик и устройства садики, дошкольного образовательного учреждения детей, которые довольно малы и в какой-то степени они не самостоятельны. Тем самым освобождая трудоспособное население, молодежь от этих забот, для того, чтобы они могли работать уже на благо своей семьи. В регионах страны должна начаться и масштабная программа модернизации детских больниц. Появление такой программы 30 миллиардов рублей по 10 миллиардов в течение трех лет с условием софинансирования мы к этому готовы. Потому что приоритетом направления работы главы Чувашии по демографии, как раз и по созданию комфортных условий пребывания наших детей в наших учреждениях здравоохранениях. Ну и, конечно, есть проект строительства перинатальных центров Российской Федерации, который... Трудоспособное население, молодежь от вот этих забот, для того, чтобы на благо своей семьи. В регионах страны должна начаться и масштабная программа модернизации детских больниц. Появление такой программы... ...этической политики. Медрик Ковалев, Рассель Бухаметов. Республика. Глава Чувашии подписал указ о почетном знаке «Материнская слава». Учреждение указанной государственной награды направлено на повышение роли матери в воспитании детей и укреплении семьи и станет свидетельством государственного и общественного признания заслуг матерей. Эта награда, как государственная награда, она даст право женщинам на присвоение звания ветеран труда Чувашской республики, получение не менее важного, не менее значимого звания. Ветеран труда Чувашской республики, так же, как ветеран труда, которым присваивается звание по российским наградам, получают у нас ежемесячную денежную выплату в размере 1100 рублей и получают они право на денежную компенсацию за услуги связи. Развивать в Чувашии систему водоснабжение и водоотведение с помощью средств нового банка развития. Вопрос участия республики в федеральном проекте обсуждали во время рабочей встречи главы региона Михаила Игнатьева с представителями банка и делегацией фонда инвестиционных строительных проектов. Минстрой России проводит конкурс среди городов, расположенных на Волге. Перспективные экологические программы будут включены в инвестиционный проект. Он финансируется за счет средств нового банка развития, который создан странами-членами БРИКС. Вице-президент банка господин Ксиан Жу и глава республики Михаил Игнатьев обсудили перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения Чувашии. Мы имеем определенный опыт по работе с мировыми банками. Отдельные проекты у нас реализованы, успешно могу сказать. Международные отношения с странами БРИКС, они сегодня очень благоприятные. И к нам есть доверие банковских структур мирового уровня. В первом квартале 2018 года подведут итоги конкурса, чтобы следом организовать торги по определению подрядных организаций. Чувашия для участия в конкурсном отборе готовит 4 экологических проекта на общую сумму в 970 миллионов рублей. На днях в интернете появилось видеообращение жителей города АлатРи к президенту страны. Жильцы дома номер 4 по улице Горького пожаловались на ряд недоделок в доме, которые мешают им нормально жить. Для выяснения обстоятельств на место выехала комиссия во главе с руководителем Государственной жилищной инспекции Чувашия. Этот дом по улице Горького в АлатРи заселили в 2013 году. Новоселы радовались недолго. Постепенно стали замечать недоделки застройщика. По стенам дома расползлись трещины, не работает вытяжка. Отсюда повышенная влажность и даже слизни появились. Жалуются жильцы. И так уже 4 года. Главный жилищный инспектор Чувашия Виктор Кочетков сам осмотрел квартиры этого дома. Система вентиляции действительно оставляет желать лучшего. Естественно, вентиляция в жилом помещении должна обеспечиваться путем притока воздуха. То есть приток воздуха должен быть организован. Как бы это ни звучало, мы должны работать постоянно с открытыми форточками, промугами. Но у вас есть режим микропроветривания. Если режим микропроветривания вас не устраивает, есть различные дополнительные приспособления. То есть, да, при строительстве в доме они не были учтены и проектом не предусматривались. Но единственная установка этих устройств. В 11-й квартире пожаловались. Прошлой зимой промерзли стены. Чиновники обещали, когда похолодает, направить сюда инспекторов, чтобы провести еще одно обследование. Подтвердиться, либо не подтвердиться. Учислено того, что застройщик подтвердил, что на самом деле ими были приняты определенные меры по дополнительному утеплению, перекрытий. Но учитывая то, что все-таки у них здесь монолитный пояс был проложен как раз по периметру здания под плитой покрытия по среднему этажу, то есть не исключаем такой факт, что все-таки может быть, например, занятость и происходит при очень низких температурах наружного воздуха. Но теплые зоны абсолютно все это покажут. После комплексного обследования дома всеми специалистами будут приняты конкретные меры. Этот вопрос вполне решаем, считают представители комиссии. Но почему власти города «АллатР» тянули с этим несколько лет, пока не совсем понятно. В результате нашлись доброжелатели, которые и помогли людям записать видеообращение и даже текст отредактировали. Мы же не думали, что нас в интернет выставит. Надо, видите, только обалдели, обалдели. А что думать? Я не сказала, не думать, надо бы предупредили. Исходя из вашего ролика, создаются, что здесь дом действительно реально аварийный, здесь ничего не функционирует. Да, к вас поступали обращения. В течение 16-го года у нас начали выступать. Ну да, да. Главный жилищный инспектор выслушал и перепроверил все жалобы. Спустились и в подвал, осмотрели стены. Трещины в фундаменте в подвале есть или нет? Нет, нет. В подвале нет. Комиссия предположила, что трещины идут не от фундамента, а из-за того, что дом достаточно молодой и дает усадку. В таком случае устранить неполадки будет легче. Виктор Кочаков пообещал, что лично проконтролирует проведение ремонтно-восстановительных работ в доме по улице Горького 4. Почти три месяца ребята из Кошмаш ходят учиться в две школы в Маргауши и Ситрокосы. Расстояние небольшое. Их подвозит школьный автобус. Привыкли ли ребята к новому ритму жизни, узнавала наша съемочная группа. Тема сегодняшнего урока – биология и движение крови по сосудам. Какое бывает артериальное давление и где пределы его нормы. Школьники записывают все, чтобы не забыть. А в соседнем классе ребята осваивают основу чувашского языка знания. Всего в райцентре теперь учатся 48 школьников из Кошмаш. Мне здесь все нравится. Большая школа, много детей, можно с каждым познакомиться. Здесь очень хорошо учат. Уроки интересные, веселые, хорошо преподают учителя. А вот твой любимый предмет какой, самый интересный? Мой любимый предмет – это физкультура. Почему? Мне нравится учитель физкультуры. Он добрый, веселый, любит шутить. Полюбить уроки физкультуры в Маргаушской школе легко. Большой спортивный зал, специальные тренажеры. Школьники тренируются с удовольствием. Они очень много получают здесь. Действительно, мне классная работа, очень хорошо ведется в нашей школе. Поэтому, я думаю, они на нас вообще, они должны быть рады, что они у нас. Мы рады, что они у нас. Такое полноценное образование получается в стенах нашей школы. Отсутствием аппетита ребята не страдают. Столовая вместительная, блюда разнообразные. Голодным не уйдет никто. В Ситрикосах учатся 35 школьников. Домой всех тоже отвозят на автобусах. Так что ходить пешком через овраги, чтобы получить знания, им не приходится. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Дом возвести не лапти сплести. Видимо, некоторые строительные организации Республики, которые срывают все сроки сдачи своих объектов, понятия не имеют, сколько ресурсов, материальных и финансовых, необходимо для того, чтобы вовремя построить и ввести в эксплуатацию здания. Так, в деревне Шаляк, Красно-Читайского района Республики, уже долгое время строится сельский клуб. Сдать его должны были 20 ноября. Теперь подрядчик называет новую дату – 20 декабря. Подробности в нашем сюжете. Жители деревни Шаля и Липовка Красно-Читайского района Республики свой будущий клуб, а сегодняшний долгострой, уже давно называют самым ожидаемым новосельем. Прежнее деревянное здание сгорело 4 года назад. С тех пор сельчанам негде отмечать большие праздники. За то время, когда не стало клуба, с 13 по сей день, много неудобств вышло для населения деревень. Две деревни у нас – Липовка Первая и Шаля. Раньше, когда клуб был, молодежь постоянно собирался в деревни на Новый год, на праздники разные. А когда клуба не стало, начали в город уезжать. В данное время хорошо работают. Надеемся, что к Новому году они сдают вот этот клуб. И мы надеемся, что встретим Новый год в клубе. Но подрядчик никак не может завершить работы и кормит местных жителей, а заодно и журналистов – обещаниями. В числе 20 декабря будет официальное открытие клуба. Мы его сдадим до Нового года. Контракт истек только получается 20-го. И пеня идет, надо считать. В этом году очень большая проблема была с финансированием. Поэтому задержки есть. Масштаб проблемы местной власти осознает очень даже хорошо. И не скрывает, что этот клуб – один из самых проблемных объектов в районе. По выполненным работам мы всегда вовремя переводим деньги. Потому что какую работу они выполняют, представят нам документы, и мы переводим деньги. Потому что каждый ежедневно фотографируем здание клуба, сколько они поднимаются. Вот факт выполненных работ на лицо. Заказчикам очень интересно работать с такими подрядчиками. Потому что как будто в кот в мешке. Кто? Как? Что? Вот сейчас сколько возимся. А так у него срок уже истек. По контракту должен был завершить и сдать объект. 18-го должны были завершены. 19-го числа должны были сдать объект. Вот сейчас у них уже как бы просрочки идут. На сегодня рабочие лишь возвели стены и закончили класть плиты перекрытия. Начали завозить стройматериалы для крыши. А ведь еще нужно эту крышу постелить, установить окна, двери, проштукатурить внутри. Не говоря уже о благоустройстве территории. Чтобы уложиться в срок, на объекте должны одновременно трудиться несколько бригад, которые параллельно будут устанавливать окна, штукатурить, шпатлевать. Удастся ли застройщику найти такое количество людей – большой вопрос. Галина Дитарчук, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Юрий Марков, Республика. Не успел вовремя продлить лицензию, будь готов расстаться с пистолетом или винтовкой. Недавно вступил в силу поправка в законодательство в сфере оборота оружия. Ряд правил значительно ужесточился. Как защитить себя и не нарушить при этом закон в нашем репортаже? Гладкоствольное и нарезное охотничье оружие, карабины, газовые и травматические пистолеты. Всего на территории Чувашской Республики официально зарегистрировано 16,5 тысяч человек, у которых на хранении находится 26 тысяч единиц различного вида оружия. Состояние преступности, связанное с использованием применением либо незаконным оборотом оружия, остается в Республике нестабильным. В текущем году совершено 105 преступлений, когда различные виды оружия выступали в качестве предмета совершения преступления, из которых связано с пресечением незаконного оборота оружия 70 случаев. Число выявленного противозаконного изготовления оружия сократилось с 14 до 9 фактов. С 10 рублей до 500 выросла госпошлина на хранение и ношение оружия. Получение лицензии теперь стоит 2 тысячи рублей. Заявление на ее продление владельцам нужно подавать не позднее, чем за 30 дней до завершения срока действия предыдущего разрешения, а не то придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Если срок действия разрешения закончился, а документы не переоформлены, с нелегальным оружием придется расстаться. За нарушение правил оборота оружия установлена как административная, так и уголовная ответственность. В соответствии с Кодексом об административном правилах Российской Федерации предусмотрены штрафные санкции от 500 рублей за нарушение владельцам правил перевозки зарегистрированного оружия до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия за совершение владельцам оружия, находящихся в состоянии опьянения, выстрелов в населенных пунктах, либо ином, не отведенном для этого месте. Радует то, что жители республики начали чаще избавляться от огнестрельного имущества, которому нет применения. Это связано с увеличением денежного вознаграждения. В этом году добросовестные жители передали в полицию 69 единиц оружия и почти 3 тысячи боеприпасов на сумму почти в 250 тысяч рублей. Уже лучше получить деньги, чем срок. Рифат Фаткулин, Андрей Шоклев, Республика. Е2, Е4. Наверняка такой традиционный дебют выбрали многие участники традиционного командного первенства по шахматам среди школьников. Второй год подряд ценители этой интеллектуальной игры собирает Сбербанк. В этот раз на турнир приехали 47 команд со всей республики. Вилка, Гамбит, Цукцванка, Эншпель. Эти термины наизусть знают юные шахматисты, которые приехали на турнир. 47 школ представили в Чебоксарах своей команды. Антон Смирнов, ученик 44-го Чебоксарского лицея, обладатель второго места на первенстве ПФО, стал самым сильным игроком турнира. Мне главное играть и выступать хорошо. Я больше люблю активную игру. Комбинация для меня интересная – это двойной удар. Зовите суднёк. Подругого вилка. Этот турнир уже прочно входит в календарь Федерации шахмат. Его цель – не только популяризация этого интеллектуального вида спорта, но и наявление сильнейших, которые станут участниками российских соревнований. Впереди ожидается турнир «Белая ладья», в котором тоже будет та же формула 3 плюс 1. То есть школа будет готовиться к этому турниру. Почему? Потому что после проведения этого «Белой ладья» команда уезжает в Сочи. Уже играть на первенстве России в «Белой ладья». Там все условия. Второй год за большой шахматной доской встречаются команды блогеров, журналистов и банкиров. По правилам встречи каждая команда могла воспользоваться двумя подсказками гостей от турнира. Артёма Ильина – заслуженного мастера спорта, обладателя Кубка России по шахматам. Даже помощь гроссмейстера не помогла банковским работникам. Победу одержали журналисты и блогеры «Чуваши». Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова